Я знаю, что у вас трудная работа, сложная задача, я знаю, что у вас еще и проблемы со временем, поэтому я постараюсь говорить кратко. У меня нет вопросов. Мне кажется, что по большей части уже все, что можно было, спросили и ответили. И я также был на засекреченном совещании, и я видел секретные данные. Но один есть факт. Нет воли со стороны общественности США, народа США участвовать в военной операции в Сирии вот сегодня. Почему? Может быть много разных ответов, но главный ответ – нет прямой угрозы нам, нет четкой угрозы, нет доверия администрации. Это все ответы моих избирателей, и ответов очень много разных. Я смотрел на ваши доказательства, я общался с администрацией, я исследовал «за» и «против». Но, что важнее всего, я общался со своими избирателями в штате Миссисипи, и 98% из них говорят «нет». Я согласен с ними, я против военной операции, я желаю вам удачи, я понимаю, что у вас сложная задача, но Америка сейчас не верит вашим целям, она не хочет воевать. Учитывая, что времени очень мало, и мне нужно уходить, мне хотелось бы, чтобы все понимали, что президент Обама, как и все мы, хотел бы, желал бы мирного-дипломатического разрешения ситуации. Я не могу даже описать, насколько я сильно надеюсь на такого рода исход. Поймите, военное решение трудное, и именно поэтому столько людей здесь сегодня присутствует. Но, скажем так, если мирное решение возможно, то это прекрасно. Однако, мне нужно помнить, что вот я 28 лет был сенатором, несколько раз, много раз участвовал в выборах, и за все это время, мне кажется, я понимаю, вот, чувства американцев сегодня. И вот я слышу, я даже помню, как конгрессмен из числа отставных морпехов говорил, что вот мы не хотим входить в Сирию, и, пожалуйста, не отправляйте нас в Сирию, мы не хотим воевать в Сирии. Господа, мы не входим в Сирию, мы не собираемся воевать в Сирии, мы никого не собираемся посылать в Сирию. И я даже не вижу никакого варианта, который мог бы вот каким-то образом нас сбросить в какую-то наземную операцию. Тут нет так называемого эффекта скользкой дорожки, когда ты делаешь первый шаг и скатываешься. Я не считаю, что есть хоть какая-то опция, которая может нас привести, так сказать, к войне в Сирии, к наземной. Все это хочется воевать в Сирии, они уже воюют, там куча боевиков на месте. И куча людей в регионе готовы их поддерживать финансово, и у них есть такие возможности. Я говорю и о саудитах, и о турках, и о других странах региона. Я уверяю вас, нас не втянут в войну непосредственно на местности, в наземную операцию. Будучи членом Конгресса, я многократно голосовал даже в пользу каких-то очень непопулярных мер, когда 80% голосов были против той меры, которую я отстаивал. И зачастую, когда общественное настроение было против. Но каждый раз я взвешивал все за и против. Я глубоко признателен всем членам комитета за их замечания. К сожалению, мне нужно уходить. И, пожалуйста, продолжайте ваше обсуждение, чтобы понять, есть ли у нашей инициативы реальные перспективы. Спасибо, господин госсекретарь, вы хорошо высказались. Мне кажется, что члены нашего комитета из обеих партий хотят принять правильное решение. Но, конечно, сложный вопрос, что понимать как правильное решение. На этот вопрос каждый отвечает сам. Мы понимаем, что в команде, и зачастую с обеих сторон, так сказать, могут быть люди уверенные в том, что делают то, что нужно. Тщательно все взвешивающие, тем не менее, не приходящие к согласию. Бывает и так. Продолжим. Продолжение следует...